МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. На наших улицах встречаются бездомные собаки, больные и брошенные неразивыми хозяевами и обиженные людьми. Они бродят по дорогам, подбегают к нам на остановках. А собираясь в довольно крупные стаи, порой действительно представляют большую опасность. Сегодня поговорим о том, куда жители могут обращаться, если в их дворе есть такие животные. Расскажем, как проходит законный отлов животных, как отрабатываются обращения, которые поступают в Департамент городского хозяйства, экологии Самары, как городские власти решают проблемы безнадзорных животных. Я представляю гостей в студии. Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству, озеленению Департамента городского хозяйства и экологии, администрации городского округа Самара. И Инна Тарасенко, директор подрядной организации по отлову животных. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, давайте начнем наш разговор. И, наверное, первый вопрос, Леонид Вячеславович, у меня к вам. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется отлов бездомных животных на территории нашего любимого города Самары? Ну, отлов у нас осуществляется в рамках муниципальных контрактов, которые заключает наш Департамент с подрядными организациями, которые признаны победителями аукциона. То есть, вся процедура у нас идет в соответствии с 44-м федеральным законом, то есть о закупках. И далее, согласно заданию в этом контракте, осуществляется работа. Задание составлено с учетом всех нормативных документов, которые приняты и на федеральном уровне, и на уровне субъекта нашей Российской Федерации Самарской области. Ну, и предусматривает все мероприятия, которые предусмотрены этим нормативным правовым актом. То есть, это отлов животного, его транспортировка в приют, где оно должно быть осмотрено ветеринарным специалистом. Далее идет карантин в течение 10 дней. В период этого карантина за животным идет также наблюдение специалистов. Они смотрят их состояние. Возможно, какие-то там признаки агрессии, мотивированные, не мотивированные, каких-то заболеваний и прочего. Если животное благополучно карантин прошло, и врач решает, что животное здорово, то оно, значит, у нас далее в отношении него проводится операция по стерилизации, либо кастрации, с послеоперационным периодом содержания. То есть, дается какой-то период реабитации, когда животное должно восстановиться после операции. И, соответственно, в обязательном порядке проводится вакцинация от бешенства, обработка от паразитов. И после всего этого периода животное, которое не проявляло в период нахождения в приюте немотивированной агрессии, после клипсования, то есть вешается определенная клипса на ухо, возвращается в городскую среду. Этот таков порядок установлен законодательством Российской Федерации. Называется он метод ОСВВ, наверное, как многие его слышали. То есть это АТО в стерилизации, вакцинации, возврат. И направлен этот метод на постепенное снижение численности популяции безнадзорных животных за счет их естественной убыли, либо смерти по естественным причинам. То есть там от болезней, каких-то несчастных случаев, от старости и прочее. То есть животное, попадая в среду, уже потомство не дает, и тем самым это способствует тому, что численность популяции должна снижаться. Ну, сегодня мы пригласили к нам в студию и Инну Сергеевну. И сидит она здесь не случайно, верно. И представила я ее как директора подрядной организации. Верно, Леонид Вячеславович? Да, совершенно верно. Ну и давайте, наверное, поговорим с вами. Для начала, конечно же, мне хотелось вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что действительно приют для собак – это большой труд, за который взялся бы не каждый. Ну, наверное, давайте с этого и начнем. И скажите, как зарождалась Инна Сергеевна ваша история? Она началась в 2015 году, и с тех пор уже прошло почти уже 8 лет. В марте наша 8-я годовщина. Я в этой истории являюсь все-таки не просто любителем, да, уже специалистом, имеющим высшее ветеринарное образование, практикующим хирургом, человеком, который реабилитировал огромное количество бездомных животных с тяжелейшими травмами, и на базе нашей организации проживают уникальные пациенты, которые являются единичными, в том числе и на территории России. Поэтому для меня работа в рамках программы ОСВВ, она, безусловно, в каких-то моментах не является чем-то новым, но, тем не менее, какие-то особенности именно в этой деятельности есть. Для меня работа с бездомными животными является осознанным выбором. И, конечно, если сказать коротко, то мне бы не хотелось всю свою жизнь их спасать. Мне бы хотелось сделать так, чтобы спасать животных было просто не нужно, и на улицах они находились в каком-то адекватном количестве, соответственно, в безопасности, ну и как можно больше из них находились бы уже дома. Инна Сергеевна, почему Вы стали работать с администрацией, почему Вы подали заявку на тендер, и почему Вы сейчас этим занимаетесь? Я вижу определенную цель перед собой. И с 2019 года я четко убеждена в том, что решить городскую проблему способно лишь строительство действительно серьезной инфраструктуры в направлении решения данного вопроса, а в частности реабилитационного областного центра для животных, которое бы предусматривало количество посадочных мест до 2,5 тысяч. Это должен быть действительно достойный проект, к которому мы идем, и для себя мы установили определенные нормы времени, скажем так, сроки, которые для нас имеют значение. При наличии развитой инфраструктуры решение данного вопроса будет уже более ясным, понятным и очевидным для граждан нашего города. Ведь важно не то, чтобы работы производились формально, отлов, выпуск и прочее. Мы хотели бы сделать так, чтобы именно люди, люди, которые пишут жалобы, которые недовольны, которые, наоборот, переживают за животных, наконец-то дали обратную связь и сказали, что им видны результаты работы подрядной организации. Сделать это за неделю, за месяц, за даже 6 месяцев – это достаточно сложно. Но если методично двигаться и стараться каждую конкретную заявку отрабатывать, опять же, неформально, а вдумываясь в то, что происходит, можно получить и достойную обратную связь, и достойный результат в будущих перспективах. Поэтому для нас работа в рамках программы ОСВВ – это путь к глобальным изменениям на территории Самарского региона, в первую очередь. А в будущем мне бы, конечно, хотелось на каком-то общероссийском уровне поработать. Со многими коллегами мы общаемся уже, поддерживаем друг друга. Да, наверняка участвуете. Ну вот я вам хочу сказать, вы сказали о результатах. Я хочу добавить, что все-таки большое видится на расстоянии. Когда мы с вами вместе снимали сюжет в Кубышском районе, жительница сказала об этом, и вы слышали, что работа ведется, и они это реально замечают, что вот столько-то собак стало намного меньше. Но сюжет мы посмотрим попозже. А, Леонид Вячеславович, почему выбор пал именно на эту подрядную организацию? Ведь наверняка вы изучали и историю деятельности организации, ну и вообще, какой вклад она внесла в развитие нашего города. Ну, вообще-то немножко не так. Исполнитель муниципального контракта определяется по итогам аукциона. То есть мы не знаем, кто станет подрядчиком, кто выйдет на аукцион. У нас в электронном виде он проводится, соответственно. Вот кто подает заявки и признается победителем, с тем и заключается контракт такого законодательства. Поэтому каких-то специальных, скажем так, предложений данной организации никаких не было. То есть это было все по итогам аукциона. Ну хорошо, расскажите тогда о эффективности работы и желательных примерах. Ну, есть очень много положительных примеров. Допустим, вот всем известны случаи нахождения собак в парке Победы, например. Причем многие из этих собак уже, по-моему, были стерилизованы, да. И было большое количество обращений по этому адресу. И вот удалось с участием Инны Сергеевны эту проблему решить. То есть собаки были отловлены, возвращены в приюте. Они в приюте сейчас находятся. Да, они сейчас находятся в приюте. И волонтеры, да. На пожизненном они. Да, но волонтеры к ним приезжают. То есть они довольны, навещают их почти каждую неделю. И тоже ищут для них сейчас постоянный дом. Да, и таких адресов достаточно много. То есть есть такие точки, откуда идут постоянные обращения. Такое есть. То есть когда начинаешь этот вопрос изучать более детально, то сталкиваешься с тем, что есть очень много противоречивой информации по данному вопросу. Там либо эти собаки действительно опекаются кем-то из жителей данных дворов. Да, но подкармливают. Да, совершенно верно. И очень часто, допустим, ловцы сталкиваются с конфликтом. То есть когда одна часть дома за то, чтобы собака находилась в дворе, другая часть против. И на момент приезда бригады ловцов даже возникают какие-то такие вот ситуации. И ловцы становятся свидетелями этой перепалки между соседями и так далее. Вот все-таки, да, закон на чьей стороне? И как вы решаете такие вопросы, когда возникают такие ситуации, Сергей? Ну, здесь важно понимать, что я все-таки для данной сферы не самый новый человек. И есть очень много людей, которые знают меня лично и сталкивались со мной до этого в формате деятельности по защите бездомных животных и по их лечению, реабилитации. Поэтому многие какие-то вопросы и конфликты удается решить просто взяв телефонную трубку. То есть люди понимают, с кем они разговаривают, и мы можем найти какие-то точки соприкосновения. Есть ситуации, когда люди отказываются при любых возможных доводах. Но в таких случаях мы стараемся решить вопрос, предложив им возможность воспользоваться стерилизацией в рамках нашего госпиталя, если они принципиально настаивают на том, что не хотят, чтобы собака попала в приют именно по программе ОСВВ. Да, стараемся это контролировать, чтобы они обязательно это сделали. И, конечно же, предупреждаем их о том, что животное, которое находится на самовыгуле, это нарушение закона. Если животное выходит за территорию вашего дома в момент, когда его поймали, если на нем нет никаких опознавательных знаков, ни ошейника, ни адресника, совершенно ничего, это животное в момент поймки является фактически государственным. То есть мы не... вот в данный момент времени, буквально полчаса назад, такая ситуация у нас в Куйбышевском районе происходит. То есть люди утверждают, что собака их. Опять же, нет никаких данных совершенно об этом. Мы предлагаем привести прямо на порог дома, чтобы люди забрали прямо в квартиру, или в дом, не знаю, где она там жила, они, естественно, отказываются. Все эти хитрости, я понимаю, на чем они строятся. У людей, которые любят животных, которые опекают их на улице, развилась уже некая параноидальная, по-другому я не могу сказать, мысль о том, что отлов – это смерть. Да, совершенно верно. Отлов – это смерть, от этого нужно бежать. Да, лип, стереотип, как угодно это можно называть. Он имеет под собой основания, но дело тут в чем? В связи с тем, что нету, опять же, такой инфраструктуры, которая бы вызывала у людей доверие, да, то есть мы же не можем за пять минут человеку рассказать, отловив вот всю нашу историю, какие мы там хорошие, как мы кого-то спасли, понимаете, как мы работали. Они формально слышат слово «отлов», им больше, в принципе, ничего не нужно. Люди у нас не готовы, немножко такая собака на сене, они не готовы и себе забирать этих животных, да, нести за них ответственность в полный мере, и не готовы их отдавать. И в конечном итоге это заканчивается зачастую тем, особенно если это вот такие дворы, о которых вы спросили, где очень сильно эта конфликтная ситуация развивается, заканчивается часто тем, что даже убедив людей в том, чтобы собак провести по этой программе, настойчиво предупреждая их, что возвращать назад их не нужно, это закончится плохо, люди настаивают, и это заканчивается плохо. Спасибо. Речь по отлову бездомных собак прошел в Кубишевском районе Самары, и специалисты поймали несколько взрослых особей и щенят. Подробности в нашем следующем материале. В Кубишевском районе много частного сектора производств складов. Конечно же, здесь могут встречаться собаки, которые живут со щенками большими семьями. В 2018 году изменилось законодательство в отношении безнадзорных животных. Полностью была запрещена их эвтаназия. Регулировать численность бездомных кошек и собак теперь надлежит гуманными способами, а именно посредством метода ОСВ – отлов, стерилизация, возврат в среду обитания. Но прежде нужно обратиться в департамент по благоустройству и оформить заявку на отлов животных. Заявку можно подать тремя способами. То есть вы можете подать ее в нашу диспетчерскую службу департамента. Она круглосуточная. Вы можете написать письменное обращение и можете оставить обращение электронное на сайте нашего департамента. Это все эти три вида обращения неравнозначные. По ним по всем выписывается заказ-наряд, который направляется в подрядную организацию, которая потом на основании этого заказа-наряда производит отлов животных. Подрядная организация по отлову животных, в свою очередь, старается отрабатывать все сигналы от жителей. К примеру, на улице Бакинской специалисты поймали всех животных, которые поселились в подвале дома. Это была собачья семья, семь щенков и две взрослые особи. Естественно, животные доставляли неудобства жителям дома. Валентина Николаевна рассказывает, что это больной вопрос для их дома, но он решается. В нашем доме даже жили 18 штук, потом куда-то рассредоточились, 12 забрали, вот какая-то служба. А потом они куда делись, потом вернулись, их тут прикармливают, вот в чем дело. Конечно, жалко с одной стороны, а с другой стороны, от них это, ну, беспокойство. Они там в подвале плохо себя ведут, конечно. В том смысле, что воют, кричат и, в общем, не дают нам спать. Самку и самца усыпили и перенесли в машину. Их вместе с потомством отправили на базу временного размещения в поселок Козелки. Взрослых собак после стерилизации и вакцинации могут вновь вернуть в привычное место обитания. А вот щенков, которые не приспособлены к жизни на улице, оставят в приюте. Наша основная задача в этом районе навести порядок, забрать собак, которых нужно стерилизовать, выпустить тех, которые могут здесь жить и никому не доставлять никаких проблем. А те собаки, которые эти проблемы доставляют, должны остаться на пожизненном содержании в приюте. Подрядная организация ведет отлов бездомных животных. Ежедневно работают четыре бригады. Каждый день специалисты привозят в приют до 50 собак. Забрать с улицы всех безнадзорных животных в настоящее время невозможно. Их слишком много. Поэтому единственный гуманный способ сократить численность бездомышей – ограничить их размножение. Тогда с годами проблема будет решена естественным путем. Ну что же, Леонид Вячеславович, как Вы считаете, вообще, насколько гуманным способом проходит отлов животных? Ну, он должен проходить гуманным способом, потому что это требование нашего законодательства. То есть любые приспособления, которые используются, и методы, они не должны причинять какие-то вещи, вред животному, травмы и прочее. Поэтому, Инселин, Вы, по-моему, используете у нас сачки и пневмотрубки, да? Мы используем широкий спектр различных средств, потому что в каждой конкретной ситуации нужно принимать решение о том, как ловить ту или иную собаку. Иногда я могу просто взять собаку и отнести ее в машину. Да, такое тоже бывает. И нет никакой необходимости ее там кидать на нее какую-то сетку, стрелять в нее или еще что-то делать. Есть ситуации, да, когда собаки неконтактны, они очень сильно боятся, они могут куда-то спрятаться, забиться, залезть, упасть. Действительно, ситуации очень много. Мы, и я, в частности, несу ответственность за команду ловцов, которые находятся при исполнении муниципального контракта. Я не могу рисковать их жизнью, потому что собаки умеют кусаться. Я думаю, все это понимают. Собой я готова рискнуть, людьми нет. Поэтому нужно действовать, исходя из ситуации. Но все-таки почему и как вы считаете, в чем причина такого большого количества бродячих собак? Ну, у нас по данным мониторинга в прошлом году где-то численность была порядка 8 тысяч особей. В начале этого года уже было отмечено небольшое снижение там на 6%, но это как бы вот уже тенденция к тому, что возможно будет уменьшение. Потому что если изучить опыт других регионов в Российской Федерации, где ОСВВ уже применяется не первый год, то, как правило, первые там 3 года всегда отмечался рост численности. И это как бы понятно, потому что животные возвращаются в среду, и они, если раньше был безвозвратный метод, и шел убыль популяции, то теперь помимо тех животных, которые находятся в естественной популяции, к ним добавляются еще и стерилизованные животные. И чисто визуально для жителей города кажется, что численность их велика. К тому же ранее не было, скажем так, такого большого количества стерилизованных животных в городе. То есть оно было, но оно как-то было локально, там несколько животных во дворе. Сейчас же, допустим, когда уже начинается метод в полную меру работать, он начал работать с 1 января 2020 года, когда вступили в действие соответствующие нормативные правовые акты, то уже достаточно большое количество животных возвращается, и многие из них сбиваются в небольшие стаи, то есть, соответственно, есть такая тенденция. А вот, кстати, любопытный вопрос, Саня Сергеевна, скажите, а вот пойманная собака, ну, к примеру, вот как мы с вами были в Кубышском районе, улица Бакинская, вот маму простерилизуют, прививки все сделают, и выпустят именно опять на улицу Бакинскую в Кубышском районе, да? Почему так? И, может быть, вот этот момент как-то регулируется? Есть только два варианта выпуска. Первое – его отсутствие, а второе – это возврат на то место, откуда животных взяли. Почему? Потому что возвращать животных в среду, которую, во-первых, они не знают, где они не приспособились жить, есть, прятаться – это негуманно, это жестоко. То есть это тоже вопрос гуманизма? Это первое. Это вопрос гуманизма по отношению к животным. А также есть вопрос гуманизма по отношению к людям. Для чего людям в другом дворе, в другом районе собака, которая там никогда не жила? Это может вызвать, опять же, всплеск жалоб, обращений граждан. Это в корне неправильно. Если мы понимаем, что сюда собаку нельзя вернуть, и люди крайне сильно настроены, да, негативно, мы ее просто не возвращаем. Мы ищем ей дома, либо она остается в приюте. Давайте все-таки поговорим еще и об условиях содержания животных. И здесь уже вопрос в приюте о бездомных собак и кошек, которых отлавливают на территории Самары, доставляют в приют в поселке Козелки, который находится в Красноглинском районе. Вот в каких условиях находятся животные, узнала наша съемочная группа. Подрядная организация, с которой заключается контракт на отлов животных, должна иметь приют для их содержания. Он может быть государственным, муниципальным или частным. Этот муниципальный приют для временного содержания выловленных на Самарских улицах бездомных собак расположен в Козелках. Называется он «Добрые люди». На территории – большой железный ангар, здание медблока с операционной и площадка с вольерами под открытым небом. Сейчас мы работаем с двумя приютами. Это приют «Добрые люди» расположен в Козелках и приют «Хати», который находится в районе поселка Горелый хутор в Кирском районе. Оба этих приюта оборудованы всем необходимым. Имеется и гарантийный блок, имеется своя ветслужба, имеется необходимый вольер для содержания животных. То есть животные у них находятся под присмотром, как и специалистов ветеринарных, так и сотрудников приюта. Плюс там часто бывают волонтеры, которые оказывают помощь этим приютам. Животные с потомством, а также щенки, содержатся отдельно от остальных четвероногих. Приют соответствует всем нормативам, установленных для подобных организаций. Здесь живут не только собаки с отлова, но и, как в любом приюте, четвероногие по разным причинам оказавшиеся без дома. По программе ОСВ здесь сейчас содержится около 700 питомцев. Я понимаю, что большинству горожан необходимо, чтобы просто собак забрали. Но они должны четко понимать, что собаки никуда не деваются. Законодательство требует от нас гуманного отношения к животным. Даже за полгода, который мы здесь провели, все сделать на данный момент пока не удалось. Но удалось все равно сделать многое. Будут расширены посадочные места, будут решены коммуникационные проблемы, то есть проблемы с водоснабжением в первую очередь. По правилам, отловленное животное должно находиться в приюте около 20 дней. Первые 10 оно проводит в карантине, где его ежедневно осматривает ветеринар. Если собака или кошка клинически здоровы и никаких противопоказаний нет, ее стерилизуют, обрабатывают от паразитов, прививают от бешенства. Еще 10 дней животное находится на реабилитации. Если за это время для него не удается подыскать дом, что бывает крайне редко, его возвращают в место обитания. Щенки остаются в приюте до полувозрелого возраста, то есть примерно до 5 месяцев. Затем их также стерилизуют и возвращают в городскую среду. Если мы на улице города видим собак с берочками, что это означает? Это означает, что собака стерилизована или выкастрирована, привита от бешенства и не несет опасности для окружающих. То есть она не агрессивная. Главной задачей организатора приюта считает массовую стерилизацию животных. Муниципальный контракт на 2022 год заключен на стерилизацию 3000 животных. За первый квартал 2022 года прежний подрядчик простерилизовал 800. Ну что же, давайте поговорим о приюте. И, наверное, самый главный вопрос – это ваша команда, Ирина Сергеевна. Расскажите о людях, с которыми вы работаете ежедневно. Я считаю, что наша команда – это действительно самая сильная сторона нашей деятельности. Мы работали на протяжении всех этих лет в сложных условиях. Мы привыкли в них работать. И надеемся, что когда-то это изменится, и мы наконец-то расслабимся. Но в данный момент времени я горжусь той командой ловцов, которую нам удалось собрать. Действительно высокие профессионалы, очень высокого уровня и дают потрясающий результат. Это хорошая команда врачей, в том числе с которыми я проработала уже много лет до прихода в данную деятельность. Это люди, которые непосредственно ухаживают за животными, любят их, заботятся о них. Те, кто дежурит и в день, и в ночь, те, кто обслуживает автомобили, те, кто готовит еду. Команда очень большая. И действительно сеть деятельности разведлена совершенно по разным направлениям. Поэтому я считаю, что сейчас нашей основной такой слабой частью является именно развитие именно самого приюта. То есть это посадочные места, это улучшение посадочных мест. Но здесь нужно работать. Работать долго, работать упорно и повышать качество. За команду я абсолютно спокойна и готова за нее поручиться. Леонид Вячеславович, как вы знаете, в Самаре с 2021 года действует проект «Мой дом», инициированный губернатором Дмитрием Азаровым. А на семинарах проекта «Мой дом» жители могут обратиться за разъяснением, ну, к примеру, процедуры и правил отлова безнадзорных животных? Ну, безусловно, это хорошая, как сказать, площадка, на которой жители города могут получить обратную связь по своим вопросам, в том числе и по вопросам, связанным с подачей заявки на то безнадзорных животных, о том, что будет с животными происходить после того, как их поймают. Вообще о самом принципе метода ОСВВ, потому что многие жители знают об этом немножко поверхностно. То есть вот буквально каждый день же поступают звонки в департамент, и приходится и мне, и моим сотрудникам в том числе очень часто объяснять людям, что собаку уже давно никто не убивает, что есть стерилизация, что есть возврат, либо общаться с теми жителями, которые, наоборот, против нахождения собак, даже уже стерилизованных. Очень много идет вопросов, связанных с тем, как подать заявку, в какой форме. У нас на сайте департамента имеется раздел «Горожанам», то есть если в него зайти, там есть достаточно подробная информация, каким способом это можно сделать, но я могу вкратце сказать, что это как бы три основных способа, то есть либо телефонной заявкой, ее можно подать в диспетчерскую нашу департамента, она круглосуточная, и заявки принимаются круглосуточно, поэтому не во время работы департамента, а целый день. Плюс вы можете на том же сайте подать заявку в электронном виде, в виде обращения, ну и как бы по почте, то есть письменно. Все эти заявки рассматриваются, регистрируются, заносит специальный журнал, и на основании этой заявки выдается заказ на ряд. Выдается он в течение не более двух дней, как установлено законодательством, и дальше эта заявка поступает в подрядную организацию, которые должны ее принять в работу. То есть и большая как бы просьба, и это требование, что при подаче заявки обязательно заявитель должен указывать свои фамилии, имя, отчество, то есть анонимки у нас не принимаются. Как можно более детально объяснить, какое животное вызывает у него, скажем, какое-то беспокойство, которое он бы хотел поймать, потому что бывает просто обращение много собак, или там вот есть животные. Хотелось бы какой-то конкретики, где конкретно, по какому адресу. То есть вот чем будет более подробная информация до нас, тем больше как бы вероятности, что животное именно то будет отловлено. И помощь это будет тем же ловцам, потому что там, допустим, указывая какую-то конкретную простую улицу без привязки там ко двору, сделать это достаточно бывает проблематично. Животные же мигрируют, они все не сидят на одном месте постоянно. Ну что же, наше время подошло к концу, и наша программа называется «Совет моего дома». И вот исходя из темы нашей сегодняшней программы, какой бы совет вы дали дому своему, Инна? Ну я так понимаю, касаемо бездомных животных. Ну конечно. Я бы посоветовала всем нам, наверное, быть более терпимыми не только к животным, но и к друг другу. И уважать труд людей, которые осуществляют эту деятельность, как на уровне департамента, так и на уровне подрядчика. Надеемся, что как-то ситуация изменится, что мы будем ожидать снижения популяции, снижения вот этих вот очагов напряженности, в том числе конфликтных ситуаций между жителями одного дома, все-таки какое-то взаимопонимание у них возникнет по поводу их отношения к животным. Ну и вот надеемся на то, что ситуация улучшится. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Это была программа «Совет моего дома». И я надеюсь, что ответы, которые озвучили мои сегодняшние гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»